ну что друзья приехали мы в голубую бухту решили здесь и но продолжаем осваивать разумеется геленджикские дороги и хотим показать вам море давайте прогуляемся по пляжу голубой бухты посмотрим как она сейчас выглядит 13 апреля у меня есть гостевой дом кого интересует данный район я могу сказать что здесь в целом близко к морю здесь хоть и голубая бухта не такая большая геленджикская ну считается вы как чище очень многие приезжают сюда купаться местные многие уезжают в целом кто куда поэтому здесь если интересует жилье звоните мой номер телефона прежний 8 928 424 8724 указан телефон в шапке нашего канала и под любым нашим видео так что по аренде помогу мои услуги бесплатны вот просто предлагаю жилье своих знакомых соседей люблю геленджик вот именно в такое время года когда все распускается цветает очень красиво и живописно вокруг сейчас посмотрим уже с этим река вообще не полноводная ее не видно но вообще река яшамба подымается очень сильно так что вот я не знаю затапливает не затапливает вот эти домика которые по руслу реки находятся но тут очень сильно прям когда дожди когда было сильное наводнение в геленджике прям река здорово разливалась обычно секрет то по фасадам будет видно в этой линии надо тоже верно смотри как водички много в реке у нас спрашивали по поводу тоже вот аренды хотели купаться именно на этом пляже вот получается отсюда все равно даже от остановки все равно какое-то расстояние приходится пройти потому что в голубой бухте нет прям такого что ты прям вышел и тебе море вот в принципе в геленджике таких мест немного и сразу хочется отметить что обычно в таких местах суммы за аренду я не знаю достигает там 20 там 30 тысяч за сутки то есть если ты вышел у тебя там море сразу же хотя есть исключение еще много зависит бывает так что да если там близко располагаться гостевой дом но там удобства скажем на улице таких вариантов у меня нет у меня все удобства в номере все номера чистые ухоженные с нормальными ремонтами то есть мне как бы вот не стыдно предлагать такое живье ну да да потому что знаете все равно как вот мы отдыхали например в семьей да то есть я все равно считаю что какие-то минимальные удобства должны быть разумеется в номере это туалет это душ это однозначно кондиционер иначе многие думают что можно спокойно в геленджике прожить и с этим с вентилятором не проживете потому что это будет очень тяжело мы как-то жили два года до это не отдых это мучение потому что бывает что нагревается например вот и квартиры и гостевые дома и вот за день температура ну то есть раскаляет это помещение наступает вечер у нас вечером прохладно тоже не всегда бывает поэтому вы давайте еще по поводу бюджетом тоже скажу потому что сейчас очень ищут жилье побюджетные у меня гостевые дома тысячи рублей человека в сутки в июне это в июне да а в самые жаркие месяца это июль август достигает до полутора тысяч за человека в сутки дети до 12 тысяч рублей это средний ценник ищут бюджетные ну то есть таких вариантов бюджетные я вам почитать могу таким образом если вы будете рассматривать кемпинг возьмем кемпинг 450 рублей человека приезжает семья это уже 1600 плюс за машина даже еще четыре часа это уже около двух тысяч и плюс еще стиралка стиральная машинка рублей двести там . подключение 150 200 рублей вы будете на земле в палатке ну и как вам такие условия то есть соответственно туалет у вас будет общий на на весь кемпинг если у кого-то там извините диарея то ждать его и его нужно очень долго ну и вообще получается из-за этого даже в кемпинге отдохнуть семьей например из трех из четырех человек у вас выйдет около трех тысяч рублей вы хотите а иногда звонят люди хотят да там на пять человек снять квартиру нет вы за три тысячи квартиру не снимите однозначно и либо это будет какая-нибудь просто убитая квартира где-нибудь в бывшем общежитии либо это будет ну очень далеко от моря если детишками будете здесь отдыхать я бы предпочитал держать их подальше от реки шамба здесь есть и лягушки и уже встречаются и горючки медянки я с удивил когда вот подымался медянка была буквально под моей ногой поэтому лучше вот калышам не надо там еще пауки бывают так что ну как бы это просто не для детей я считаю что вот в речке лучше на пляже лучше на пляже потом реке все равно вода грязная вода стекает с поселка вот надеюсь что сейчас ветер мы перекрыли пришлось применить хитрость и телефончик спрятать потому что дует у моря довольно сильный южный ветер вот смотрите какая она голубая бухта сейчас это вот последствия кстати шторма и вот я вижу что сейчас уже делают опять набережную потому что наш супер шторм который был в этом году очень сильно потрепал берег краснодарского края здесь все буквально изменится уже в течение месяца да будет нарядно красиво приветливо погода будет тоже более теплой нежели сейчас ну да сейчас холодно конечно купаться смотрите миша вон в курточку спрятался в кофту я тоже прячусь потому что ветерочек подувает знатный смотрите речка как она постоянно меняет свое русло она может вытекать вот так может вытекать так а сейчас она прямо на пляж вытекла видите если двигаться в сторону мы получается по берегу можно дойти до лесенки 272 ступени но лесенки в этом году уже нет вообще штормом также разрушила все лестницы и в сосновке разрушена лестница и вот эта лесенка которая ведет на спуск морю от 272 ступени пляж там получается там ступени сейчас стало изрядно меньше поэтому некорректно говорит что 272 ступени так где-то 250 с плюсиком нечего вообще уже 50 наверное потому что очень сильно разрушила видите море штормит а небольшой мусор плавает это возвращается людям а сюда мы как-то приезжали на шашлыки сидели делали там шашлыки смотри кстати интересно помнишь там было как будто шире береговая линия да сейчас как будто все смыло там вообще не пройти вот там пляж сделали смотри тоже хороший да можно проехать может быть да и до дкдс да если найдем его был там ни разу не были вообще за все это время вообще приехать в голубую бухту можно погулять здесь красиво мы здесь купались как-то приезжали на автобусе даже с вадиком приезжали чтобы искупаться конкретно в голубой бухте может даже на канале где-то видео есть заход в море здесь шикарный хороший заход до камней здесь немного они небольшие и самое сосредоточенное количество людей как право именно здесь всегда летом здесь много людей все купаются потому что здесь я как уже сказал шикарный заход а если идти ближе голубой бухте он туда ближе вычислить людей мы видим там уже козли там большие камни водоросли и достаточно скользко поэтому там как бы ну и достаточно мелко там там храбиков можно половить двигаемся к машине и едем до поехали что делать потихонечку начинает готовить к сезону готовится к сезону благоустройство набережной и это здорово потому что все будет ждать гостей две насыпи они образуются когда за зиму шторма потом берут специфику и и сгребают да возможно все это сюда возвращают камни и гальку в обратно но вот я тебе так скажу я помню еще когда у нас просеивали песочек помнишь ездили машины и вот просеивали на центральном пляже были очень чистые они были до чистые баллы я видел прям как они просеивали сейчас ни разу не уже года за 45 до точно никто не занимается этим а раньше прямо просеивали от мусора каждое утро ну и хочется наверное обратиться к отдыхающим ребят ну вот вы отдыхаете не надо закапывать бычки в песочек бутылки там потому что часто бывает что бутылка потом разобьет разобьется можно ногу порезать лучше выбрасывайте всю мусорку вам не сложно вы же на этот же пляж потом вернетесь ну нужно думать я думаю о других людях тоже такое выкашенное поле там деревенское лютиков много ну что друзья как нам удалось выяснить все 23 вида лютиков ядовитые и любой контакт с кожей может привести к дерматиту да и различным аллергическим реакциям но а употребление лютиков пищу может вызвать даже летальный исход так что не ешьте лютики люди не полезно на самом деле нас еще я помню с ярославля мы называли лютики куриной слепотой ну как вот типа пишет википедии говорят о том что сок растения очень сильно раздражает слизистую да в том числе и глаз поэтому назвали она кремя слепота ну да а еще их легко спутать с чистотелом мы сейчас михаилом едем на речной переулок и пока мы сели в машину я вспомнила очень классный лайфхак как оттереть смолу с автомобиля с этим интересным рецептом со мной поделился инструктор смотрите берете жидкость для снятия лака без ацетона и спокойно оттираете любую смолу которая капнула на стекло машины либо на краску машины то есть без вреда для покрытия так что пользуйтесь все теперь скажем можно на машинке отдыхать да можно теперь и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сюда люди приезжают тоже на берег моря Пожарят шашлыки Вон смотри На каяке плавают Классно Вон там шашлычки делают Блин Может быть мы с тобой сегодня Мяска купим и завтра съездим на шашлык Можно с друзьями на шашлык Можно с друзьями на шашлык Это тоже правильный ответ Ну конечно Я про это и говорю Ох, как они аппетитно Пуриный, да, шашлычок? Вот видите Это якость мне очень понравилась Ну труднее, да Тяжелое управление На сапе намного удобней Легче Но мокрее Ну да Вот мы были с вами с той стороны И сейчас проехали на другой пляж Но здесь уже заход в море не очень, если честно Это такой неблагоустроенный, неблагорожный пляж Потому что галька здесь Видите, она естественная И большие камни есть Смотри, сколько кораблей стоит Да Вот оно, море Красивое Перезаход в море такой Нехороший, да, неприятный Конечно, там, на конец Попал я сюда Смотрите Керия японская или пасхальная роза Мы сейчас едем на пляж ДКТС Впервые за все время Как-то не было повода А сейчас просто катаемся Поэтому решили заехать Это уже третий пляж Который мы посетим в Голубой бухте Ну, в целом Много еще других есть Но они менее известные И маленькие Можно здесь тоже машинку, смотри, оставить И пройти Вот сюда он К черненькой Поставим Там дорожка, правда, какая-то Ну Ну что, дальше проехать невозможно Перегородили Немножко, метров сто Пойдем кишечком вдоль забора Ну, ничего страшного На самом деле Прогуляемся Совсем прям Совсем прям Прегородили Мы тут вообще не были ни разу За все время Ну, я думала, что, смотри Скоро здесь будет вообще забор Я так поняла И это был последний раз Когда мы здесь были Да? Да, вот видишь, уже сделаны Уже ямки сделаны Все Для забора Раньше можно было туда проехать Мы посмотрели Там была большая парковка И можно было проехать Главное, в ямку не попасть Многие фундамент такие делают Ямки Ну да А тут прям забор Забор Ну, кишечком-то можем пройти Я думала, что Ну да, возможно Ну, вот с штуками видим Многие здесь Ну, как раз суббота Вечер Ну, вообще, кстати, до ФТС Многих хвалили Классный пляж Заход в море шикарный Там, на той стороне Очистные будут А здесь что-то строят Какой-то забор мощный А вот уже и пряж Может, резиденция будет? Может, резиденция Место шикарное искусство Ну да Да Все когда-то становится чьим-то Ух ты Я тут вообще Была, смотри, рыбаки Шашлыки Обалдеть Да Ну, не знаю Это на любителя Я такой не очень люблю Мне как-то больше нравится Когда открыто Да А здесь прям как-то Все, заборчик на заборчике Заборчиком погоняет Ну вот туда Да, шашлыки Люди приезжают ездить Ездить На машине Ездить Ездить Приезжают, да Ездить Ну, кушать Марина стоит здесь Маяк Смотри, маячок И там забор тоже Ну, такой небольшой пляж На самом деле Особо тут не разгулять Ну, он зеленый маяк И вот еще один маяк Два маяка Да И такой вот кривой Волнорезик Ну, место интересное Прикольное Но как-то Не знаю На любителя все равно А ДКТС Это вот здесь Да, получается Ага Это пляж ДКТС Который Мне кажется Раньше Когда-то он был Наверное больше Пока не построили Вот эту марину И не разделили Пляжик Ну и Вот этот Ты видишь, что это Для вертолета Да Площадка для вертолета Да Вот так Рыбаки там сидят Площадочная посадка Площадочная посадка Я думаю, что здесь Особо смотреть Если честно Нечего Море грязное Пока Тут пляж замусоренный Ну так вот Сверху посмотрели Туда-да Туда не пройдешь Забор Здесь Заборы Да, сзади Здесь рыбаки ловят Их отвлекать не хочется Потому что обычно рыбаки Не любят Когда их снимают Отсюда видно Что в целом Заход в море плавный И здесь не глубоко Поэтому детишки Здесь, я думаю Кайфуют вообще Ну и отдыхающие Кто любит это место И вам тоже Респект и уважуха Большой всем привет Кто сюда приезжает Купаться Мы здесь первый раз Поэтому я не могу сказать Что меня это место Прям как-то впечатлило Я видала И получше места И получше пляжи Ну как бы Летом Приедем Переснимем Посмотрим Посмотрим Да В целом Доехать легко И просто Ты забудешься Да Да Вот кстати Той дорожкой Которой я тебе Первый раз предлагал Ну получается По факту Мы бы Мы бы уперлись Забор Забор Потому что Мы единственной дорожкой Проехали Вот так Вот такой вот Пляжик Эх Побыстрее бы море Нагрелось Уже тоже разговаривала Со знакомыми Которые тоже Любят плавать на сапах Они ждут Не дождутся Когда море прогреет Реется Хотя бы до 18 градусов Чтобы можно было Я бы сюда приехал На машине Сап бы надул И вот вокруг бы этого Поплавал Вот здесь Вокруг этого Тачка Прикольно будет Ну да Интересно Дельфины здесь Ну я думаю Дельфины все равно Где-то там плавают Все-таки Дельфины не любят Когда шумят А здесь смотрю Проводят шумные работы Плавкраны Они все равно Отгоняют Мне кажется Дельфинов Берег широкий Здесь места много Берег широкий Места много Хорошо Здесь Такие скалы Живописные Можно действительно Посидеть там Да Шашлычок сделать Ну будем знать Что есть еще Такое местечко Но народу тоже много Сегодня суббота Поэтому людей Отдыхающих много Попробуйте машина Очень маленькая Поэтому риск есть Что ты машину не поставишь А вдоль дороги Как бы не комиксов Ну да Маленькую рыбку Это собачка Мне показалась собачка А, да, собачка Фигаси, Миша Говорит, жирный кот Собачка А ты, говоришь, кот А я думала, сова Море какое Сегодня здесь Синее Красивое Вот такое местечко А вот там Всю территорию Сверху Я так поняла Огораживают забором Что-то хотят Делать, наверное Всегда интересно Смотреть что-то новое Узнавать новые места И очень рада Что за 8 лет жизни Мы сюда доехали Если честно Даже не подозревала Что есть такое место Опять же На любителя Потому что Такая, знаете Своеобразная бухточка И мне кажется Здесь классно плавать Можно поизучать Подводный мир Около волнореза Посмотреть на рыбок На крабиков Это здорово Я думаю Детям нравится Потому что Пляж Заход хороший Единственное Что В том плане Что Внешне Марина Огорожена Вот это вот все Мне такое не очень нравится Я люблю простор Но в целом Как пляжик Довольно Интересный И имеет место быть Чтобы сюда приехать Отдохнуть Друзья Мы показали вам Три пляжа В Голубой бухте Будут еще И другие пляжи Но об этом В наших следующих роликах Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Надеемся Что ролик вам понравился Не забывайте Писать комментарии Были вы на этом пляже Или Может быть Путешествовали По Голубой бухте С палатками И с друзьями Или приезжали сюда На шашлыки Пишите Будет интересно Почитать ваши комментарии Ну а с вами был канал Гринджик Лайф Михаил И Виктория Увидимся в следующих роликах Пока-пока